Друзья, всем привет! С вами Артем Деев и компания Амаркетс. Сегодня, как и обещал, пришло время поговорить о золоте. 2019 год стал непростым для мировой экономики. Сперва перспектива ее роста мрачила усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. После участники рынка заговорили о грядущем финансо-экономическом кризисе, приезжающем индикатором которого выступила инверсия кривой доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями. Кстати, об этом я также готовил ролик, он прямо сейчас доступен на нашем канале в секции пульс рынка со мной. Если есть время, если вы хотите немножечко прокачаться по этой тематике, советую найти несколько минут и познакомиться с этим материалом, информация точно лишней не будет. На смену 2019 году пришел год 20-й, однако опасения участников рынка за темпы мирового экономического роста никуда не делись. Более того, с первых чисел января США засветились в еще одну неприятной историей, ставшей дополнительной причиной панических настроений на финансовых рынках. Речь идет об эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдад, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий спецподразделением в составе корпуса стражи Исламской революции, предназначенные для проведения спецопераций за рубежом. После гибели Сулеймани верховный лидер Ирана Али Хаминеи пообещал отомстить, а в ответ на это президент США Дональд Трамп в свойственной ему импульсивной манере также пригрозил применением силы, если Иран предпримет какие-то ответные меры. К сожалению, конфликт между странами не ограничился словесной перепалкой, и Исламское государство все-таки ответило. 7 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Именно вероятность открытого военного конфликта Тегерана и Вашингтона привела к росту всей категории защитных инструментов американских трежерис, франко, иены, золото. Мы очень много об этом говорили на брифингах. Интереснее всего смотрелось золото. 1 января за тройскую унцию на мировом рынке давали 1520 долларов. Однако взрывы на Ближнем Востоке довольно быстро забросили актив котировки выше 1600 максимального уровня с 2013 года. Всего лишь за несколько дней золото подорожало более чем на 5 процентов. Колоссальный интерес к активу стал лучшей презентацией его защитных свойств. Напомню, что золото всегда предлагало защиту от системного финансового риска и оказывалось лучшей тихой гаванью, а также одним из самых надежных активов во времена паники на финансовых рынках. Почему к нему такой интерес? Дело в том, что золото является важнейшим элементом финансовой системы. Поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сверх промышленного технического применения, его запасы ограничены. Отсюда и интерес. Золото настолько редкий металл, что каждый час в мире отливается стали больше, чем было добыто золото за всю историю человечества. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переправлялось. В настоящее время, если, скажем, объединить воедино банковские резервы, которые оцениваются в 32 тысячи тонн, получится куб со стороной всего лишь 12 метров. Ну, то есть, не так уж и много. То есть, совсем прям смешной, скажем, объект по масштабам, наверное, восприятия того, чего может, в принципе, быть много. Главным достоинством золота является его общепризненная ценность, которая не подвергалась сомнению со времен зарождения цивилизации. Я думаю, что оспаривать эту ценность совершенно нет никакого смысла сейчас. Ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз напомнила инвесторам, что золото интересно не только с точки зрения актива, который позволяет пересиживать смутные времена, но и с позиции получения краткосрочной спекулятивной выгоды. Учитывая, что 2020 год сопряжен с большим количеством политических и экономических рисков, рекомендуем выбрать золото в качестве объекта инвестирования. Тем более, его на таких выгодных условиях можно в качестве CFD-контракта приобрести в терминалах компании Амакетса. Продолжение торговой войны между США и Китаем. Сохранение неопределенности относительно Брэзит. Рецессия Германии. Ближневосточный конфликт, который в любой момент может усилиться. Мягкая монетарная политика Федрезерва. Выход Ирана из ядерного соглашения. Потенциальный мировой экономический кризис и выборы в США. Любой из этих фундаментальных поводов способен поддержать бычье ралли золото вплоть до отметки 1800 долларов за тройскую унцию. А это, друзья, максимум с 2012 года. Другими словами, речь идет о потенциале прибыли почти в 20%, который можно получить в перспективе текущего года. Советуем не упускать такую возможность. Друзья, буду рад обратной связи, комментариям к этому видео, вашим точкам зрения, что вы думаете касательно того, что с этим инструментом может произойти. Ну и также буду крайне рад вашим лайкам, потому что для меня, как и для любого спикера, контент которого появляется на канале на YouTube, лайки это самая лучшая мотивация, потому что бы продолжать в данном случае готовить материалы, контент и давать вам информацию, зачастую полезную в принятии разного рода инвестиционных решений. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.